МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Григорьевич, Вам первому слово. Уважаемые друзья, прежде всего, разрешите приветствовать вас от имени 16,5 тысяч членов Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна Росэнергоатом, которые сегодня объединены в 15 наших региональных отделений. Это в местах расположения атомных станций и также, где проживают наши члены нашей организации, в городах, которые выехали из Билибинской атомной станции, Кольской атомной станции, которые находятся за полярным кругом. Поэтому сегодня наши члены проживают от Сахалина до Германии, Украины и Новой Зеландии. Ежегодно, нам уже 15 лет, была создана организация в 2000 году, то есть мы в прошлом году отпраздновали 15-летие нашей организации ветеранской, и ежегодно мы проводим отчетные конференции, где подводим итоги прошедшего года и намечаем те задачи, значит, которые стоят у нас в следующем или в текущем году. Значит, ну, в апреле состоялась 12-я отчетная конференция, значит, было у нас делегаты от всех, без исключения ветеранских наших организаций, и каждая ветеранская организация, значит, давала свои замечания, свои предложения по ветеранскому движению в концерне «Росэнергоатом». Я бы хотел отметить, что концерн «Росэнергоатом» как социально ориентированное предприятие очень многое уделяет внимания тем людям, которые отдали лучшие годы своей жизни родному предприятию, теперь находятся на заслуженном отдыхе, и профсоюзные организации, трудовые коллективы поддерживают ветеранов, оказывают им помощь и материальную, и организационную помощь в части того, чтобы человек чувствовал себя не просто ушедшим с предприятия на пенсию и покинутым, а чтобы чувствовал себя, ну, отношение к этим людям, чтобы всегда строиться на том, что они нужны еще коллективу, и они необходимы еще коллективу, которые сегодня работают на атомных станциях. То есть наши ветераны сегодня востребованы, и это самое главное. Мы подвели итоги 2015 года, и та оценка, которая была сказана делегатами, в основном положительная оценка, то есть работа ветеранского движения на местах хорошая, нормальная, и все те планы, которые были нами намечены в 2015 году, они выполнены в полном объеме. Как оценивает руководство концерна «Росэнергоатом» вашу деятельность? Я руководство концерна и руководство атомной станции всегда очень положительно относится к нашей деятельности, потому что привлекают ветеранов и даже к производственной деятельности, учитывая жизненный опыт, учитывая знания те, которые имеют наши ветераны. И я бы хотел отметить, что на конференциях ежегодных в обязательном порядке участвуют наши руководители, ведущие специалисты концерна, которые занимаются социальной политикой. Это в обязательном порядке. Я бы хотел подчеркнуть, у нас в день энергетика, то есть 22 декабря, каждый год генеральный директор специально устраивает встречу с ветеранами, где высушивает их просьбы, требования, пожелания, и в свою очередь рассказывает о том, как проработал концерн в текущем году. Это мы проводим, как правило, день энергетика, то есть 22 декабря. И это говорит о том, что руководство концерна с пониманием и с вниманием относится к своим бывшим работникам, как к бывшей работодателям. Я знаю, что эта конференция была посвящена каким-то определенным датам знаменательным для концерна «Руссерга». Ну, прошлый год у нас проходил под эгидой двух знаменательных дат. Это 70 лет победы в Великой Отечественной войне и 70 лет создания нашей отрасли. То есть наше региональное отделение планировали свою работу именно под эгидой этих двух больших событий. Я бы хотел отметить, что мы, ну, два важных события, которые произошли в 2015 году, мы провели в августе 2015 года, провели внеочередной наш творческий фестиваль, то есть где участвовали все творческие коррективы ветеранских организаций. Было более 160 участников. Это проходило на Калининской атомной станции в городе Удомле. Самому старшему было 87 лет участнику, который тоже активно выступал на сцене. Кроме того, мы проводили конкурс, значит, поделок всевозможных творческих наших ветеранов. И, значит, это был праздник не только для наших ветеранов, это был праздник для всего города Удомли, потому что жители города принимали активное участие. И в этом году, также в августе месяце, будет уже очередной фестиваль. Он пройдет на Курской земле, то есть в городе Курчатов, на Курской атомной станции, и будет посвящен 40-летию со дня пуска первого энергоболка Курской атомной станции. Кроме того, вот важное событие, которое, я считаю, на мой взгляд, значит, два наших коллектива, которые были лариатами нашего конкурса, нашего фестиваля, значит, они удостоились чести, их пригласили на Всероссийский фестиваль «Крымская волна», это проходило в городе Алушта, и они там тоже стали лариатами, завевали призовые места. Раиса Николаевна, следующий вопрос к Вам. Сколько в Вашем ведомстве, вот сейчас, на данный момент, в нашем региональном отделении ветеранской организации, сколько у Вас людей, и какую работу Вы проводите у нас в городе? У нашей ветеранской организации на сегодняшний день на учете состоит 2320 пенсионеров. И работа, которую проводит Совет ветеранов, очень разнообразна. В разных направлениях. Но и организация создана для того, чтобы, в первую очередь, это социальная поддержка пенсионеров, неработающих. Вторая очередь, это забота о людях одиноких, тяжелобольных, вот, у которых близких родственников нет. И с этой целью у нас создана социально-патронажная служба, в состав которой входит социальный работник и медицинская сестра, квалифицированная. Она работник нашей поликлиники, вот, и по назначению врача, медсестра ходит по квартирам от тяжелобольных людей и делает всевозможные медицинские процедуры. Вот, социальный работник выполняет для таких людей такие работы, как оплата всяких услуг, покупка продуктов, вызов врача на дом. Ну и даже иногда, просто, когда одинокий человек, его просто звонят, приглашают, чтобы она пришла просто пообщаться, поговорить с этим человеком, рассказать, что интересного, что нового, возможно, взять заявление у него, чтобы, вот, подготовить, вернее, взять документы на оказание материальной помощи, которые были потрачены, деньги на приобретение либо лекарств, либо препаратов и так далее. Ну и особенно у нас очень большое направление работы, это культурно-массовая работа. Наша задача – это, чтобы наши пенсионеры не чувствовали себя забытыми, одинокими, и чтобы могли притворять в жизнь все то, что они могут сделать интересное. И вот, вы знаете, в процессе уже, как люди ушли на пенсию, у многих открылись такие таланты, что мы даже не ожидали. Вот у нас есть Валерий Маркович Антоненко, он из деревянных, всяких там, как говорится, из дерева вырезает такие интересные фигурки разнообразных животных. И вот в данный момент, например, его работы находятся в выставочном зале библиотеки, а вышивки, потом всякие, ну, вообще настолько, а как женщина одна, пенсионерка, такие замечательные украшения женские делает, что вот на них посмотришь, думаешь, это где-то на фабрике сделали. То есть разнообразна настолько жизнь наших пенсионеров, и они стремятся участвовать везде. Ну и мы стараемся, конечно, чтобы наши пенсионеры в городских мероприятиях во всех участвовали, ну, начиная там с того же экологического субботника, с общественных слушаний. Наши пенсионеры выезжают на встречу и со студентами, с преподавателями института, школ, в Рославль, в Смоленск, но уже не говоря о всех встречах в Десногорске, которые проходят. Вот, в данный момент, вот, например, в этом году мы опять для школы номер один готовили материалы, они открывали экспозицию «Люди атомной энергетики». И там тоже много материалов размещено именно о наших ветеранах. Вот, и надо замечательно вот отметить то, что вот как раз вот в школе провели, они вот на прошлой неделе молодцы, вот учащиеся девятых классов, поисково-изыскательскую работу. И одно из направлений это была ветеранская организация «Смоленская АЭС». То есть они поработали, приобрели очень много материалов, вот, оформили это все в такую брошюру, в которой более 100 листов. Вот, это работа людей и детей. И вы знаете, мне очень понравилось, я была вот на этой встрече со школьниками, что вот такое направление есть в школах, что все-таки им прививают любовь к родному краю, к предприятию, которое здесь, к людям, которые здесь с самого начала строили, эксплуатируют до сих пор атомную станцию и продолжают жить и заниматься какой-то общественной жизнью. И поэтому я думаю, что мы с успехом отметим нынче нам 15 лет в декабре, исполняется наша организация. И в этом, конечно, заслуга очень большая нашей «Смоленской атомной станции». Вот, у нас настолько хорошее взаимоотношение с «Смоленской атомной станцией», что у нас никогда не бывает проблем в любом вопросе. То есть нам стоит только обратиться. У нас очень тесные связи с руководителями ЦИХО. Представьте себе, что мы ежемесячно поздравляем своих юбиляров, и с ЦИХО, с отделов приходят представители поздравлять своих юбиляров. Приходят, кроме того, что мы поздравляем, и они приходят. Вот. С отделом социального развития очень плотно работаем. С центром информации тоже замечательные у нас отношения, и они привлекают ветеранов к каким-то определенным мероприятиям, которые проводят станции. У нас замечательный ансамбль «Гармония». Вот я не знаю, есть ли где, вот хотелось бы узнать на других ветеранских организациях, но насколько наш ансамбль выступает. Вот смотрите, каждый месяц перед юбилярами – это раз выступление. Второе – на городских концертах, и на площадях, и в клубах. Далее, когда идет встреча с населением зоны наблюдения, зоны 30-километровой, наши участники ансамбля «Гармония», их центр информации привлекает, они едут и дают концерты. И уже дело дошло до того, что они стали настолько известны в районе, и вот в Ельницком районе, в Росфорском районе, что наших ветеранов приглашают выступить перед праздником. Вот, например, перед 8 марта пригласило Саркаренское сельское поселение. Пожалуйста, приедьте с концертом, мы очень хотим, чтобы вы выступили перед жителями нашего поселения. И многие другие также. Крапивна приглашают очень часто. Поэтому ансамбль у нас замечательный, и очень много приносит позитивного такого настроения не только для наших ветеранов, но и для окружающего населения. Спортивная работа огромная у вас проводится, да? Ваши ветераны участвуют, сами организуют всеразличные. Да, у нас очень большая спортивная работа. Во-первых, у нас очень много кружков спортивных. У нас есть оздоровительное плавание, у нас есть оздоровительная гимнастика. Это, надо сказать, тренеры нам дают тоже профсоюзный комитет нашей Смоленской атомной станции, помещения выделяют. У нас проводятся уже такие есть плановые мероприятия. Вот два вот таких планов, которые у нас даже три. Одно мероприятие зимой. Это ложня зовет у нас, так зовется. Это нам с любезностью предоставляет профилакторий. Он дает нам там и лыжи, и помещения, и чай накроют. И туда наши ветераны собираются в зимнее время, там отдыхают. Потом у нас есть спортивное мероприятие на скалодроме. Это где-то июль-агуст проходит. И вот эти мероприятия у нас спортивные, массовые, проводят наш же пенсионер Волков Амирсаитович. Вот, замечательно проводят. Когда на скалодроме, мы уже теперь практикуем, чтобы приходили туда бабушки, дедушки со своими внуками, с правнуками. То есть у нас идут виды соревнований не только для пенсионеров, но и для этих деток маленьких. И они также получают у нас либо сладкие призы, мы даже им грамоты выдавали в прошлый раз, они очень довольны. И вот, знаете, если мы начинали вот такие массовые мероприятия, допустим, ну, 40 человек первые приходили. То сейчас уже приходит до 150 человек на такое спортивное мероприятие. Вот. Затем Амирсаитович, вот есть завод «Полимер», они нам также любезно предоставляют свой спортзал, и мы там осенью перед Днем матери тоже проводим спортивные мероприятия, которые заканчиваются обыкновенным чаепитием, и люди очень довольны. Вот. И нам, вот на доставку всех пенсионеров на все вот такие мероприятия выделяет автобус Смоленская там на станции. То есть проблем нет. Стоит только позвонить заранее, сказать, что, пожалуйста, нам надо вот туда перевезти пенсионеров. И нам выделяется транспорт. Поэтому жизнь ветеранов очень разнообразная. И тот, кто хочет жить такой разнообразной жизнью, они на самом деле и живут. У нас очень много выставок из этих поделок. Вот. И поэтому я даже, может быть, что-то уже сейчас и не вспомню, но очень много всего. И поэтому считаю, что наши ветераны молодцы, активны. У нас очень работоспособный совет ветеранов. Под их руководством практически проводятся все вот такие вот массовые мероприятия. Все организуют, все делают. Виктор Григорьевич, ежегодно на конференции подводятся итоги конкурса лучшей региональной ветеранской организации. По какому направлению победу в этом году одержали смоляне? Отмечена очень плотная работа Смоленской атомной станции с ветеранской организацией Смоленской атомной станции. То есть ветераны, во-первых, я бы хотел отметить, Раиса Николаевна уже сказала, что очень внимательно администрация, профсоюзный комитет относится ко всем запросам ветеранской организации. И вот это вот чуткое внимательное отношение позволяет делать настолько много общественной работы. И Раиса Николаевна, конечно же, учитывая лимит по времени, не все отметила, всю ту работу, которая проводится совместно с коллективом Смоленской атомной станции. И это было отмечено, и они стали лидером в этом направлении. Ну и, соответственно, заняли призовое место, грамоты, премии, все как положено. И нужно отметить, что вчера мы встречались с профсоюзным комитетом Смоленской атомной станции. Юрий Васильевич Кузнецов сам лично уделяет большое внимание, и заместитель председателя совета является также заместителем Кузнецова, то есть председателя первичной профсоюзной организации. То есть это говорит о том, что я еще раз хочу подчеркнуть, что наши пенсионеры, пенсионеры Смоленской атомной станции, чувствуют себя еще в составе коллектива Смоленской атомной станции. То есть они как бы ушли на пенсию, но остались в коллективе. У нас еще в студии присутствует замечательный человек Михаил Васильевич Юрков, член Совета ветеранов Смоленской атомной станции. Направление его работы – патриотическое воспитание молодежи. Михаил Васильевич, вам слово. Основное – это популяризация развития атомной энергетики. С молодежью, особенно в школах со старшеклассниками, это с 8, 10, 11 класс, рассказывается о работе атомной станции, о ее безопасности, ну и перспективах работы именно молодежи. Обращается к молодежи, значит, просьба, что учиться, поступать в вузы, такие как Обнинский институт, МИФИ и другие, чтобы можно было нашей молодежи уже продолжать наше дело и работать на атомной станции. Ну и такое еще направление – это передача опыта молодежи. То есть рассказывается о той работе Смоленской АЭС. Значит, не секрет, что наши блоки уже отрабатывают свой ресурс. Первый блок уже выработал свой ресурс 30 лет. С ССС после модернизации он продлен еще на 10 лет. Такая же УСИЧ сейчас постигла и второй блок. И в перспективе также будет модернизация и продление ресурса третьего блока. То есть наши реакторы РБМК, они вырабатывают свой срок, и на смену им приходит новый реактор ВВР-ТОИ-1200. Вот об этом с молодежью в школах, значит, им рассказывается именно о этих новых блоках, в том, что их срок эксплуатации в два раза выше, чем РБМК, где-то порядка 60 лет. То есть молодежь с интересом, значит, слушает, конечно, интересуется заработной платой всегда молодежь. Ну что ж, это их, как говорится, будущее, им работать на САЭС-2. И поэтому вот основной упор при встрече с молодежью рассказывается о нашей станции новой САЭС-2. Также с молодежью, значит, проводится вот участие в общественной жизни города, как здесь уже Раиса Николаевна сказала, это в спортивных мероприятиях с молодежью, в лыжных, в летних, на скалодроме и других спортивных мероприятиях. Значит, и вот ветераны, мы участвовали в общественных слушаниях по САЭС-2 в прошлом году. Мы выезжали в Рословлю, и там с общественности тоже много молодежи было, которые задают вопрос, интересуются Смоленск-АЭС. То есть Смоленск-АЭС находится как бы под прицелом среди окружающей общественности и молодежи нашего региона. Ну, проводятся также уроки мужества, вот сейчас, 30-летие событий на Чернобыльской АЭС, в школах проводятся уроки мужества, где рассказываются о тех событиях 30-летней давности, что произошли на Чернобыльской АЭС. Значит, как это случилось, что, почему, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии. От нашей станции, в основном, это порядка тысячи человек принимало участие в ликвидации последствий аварии, которые, значит, первые люди были, которые участвовали в измерении, например, мощности. Особенно мне хочется вот сейчас пофамильно напомнить наш первый отряд дозиметристов, которые буквально на второй день выехали, не зная обстановки, не зная, что им там делать, выехали на Чернобыльскую станцию. Я хочу поименно назвать этих ребят. Это Морозов Александр, Герасев Константин, Василий Выгарь, Осипов Александр, Буряк Сергей, Шашанов Виктор. И отметить очень особенно хочу нашего начальника лаборатории внешнего радиационного контроля Демченко Сергея. К сожалению, вот из тех, которые я назвал, пятерых человек уже нет живых. Получили высокие дозы, значит, как и многие те, кто были на Чернобыльской станции. Хочу низко склонить голову перед памятью этих ребят. Также, значит, проводится сотрудничество с поисковыми отрядами нашего города. Значит, с Журавлёвым Владимиром, он является начальником штаба поисковых отрядов. Игорь. Игорь, да, Журавлёв Игорь, начальник штаба поисковых отрядов. Там, значит, работают командирами поисковых отрядах мои бывшие воспитанники из отдела радиационной безопасности. Это Тимофеева Алексей и Гавриленко Сергей. Ну, в печати было известно, что вот отряд Серёжи Гавриленко, они нашли медальон и, значит, узнали фамилию того солдата, который погиб на Смоленской земле. И, значит, прах его было, они отвезли на родину, это в комиссер, в город Сыктывкар, где он был там с честью похоронен. Значит, ну, также я вот ребят сопровождал на те места, где я родился и жил здесь на Смоленщине, недалеко от Крапивны, где шли интенсивные бои в годы Великой Отечественной войны. Ну, к сожалению, медальона мы не нашли, но обнаружили, конечно, там много боеприпасов, и патроны, и гранаты, в общем, разорванные снаряды. В детстве я там в тех местах видел, были и блиндажи, и окопы, и траншеи, то есть шли интенсивные бои на нашей Смоленщине. Ну, и также проводится вот встреча, мы 20 апреля встречались в Смоленске с молодёжью и студентами, именно посвящённо событиям на Чернобыльской АЭС. Ну, и также вот к 30-летию событий на Чернобыльской АЭС, значит, хочется сказать о том, что таких, конечно, вещей уже больше не произойдёт. Атомная энергетика сейчас после чернобыльских событий претерпела большие изменения. Проведены очень большие модернизации блоков, во-первых, внедрена так называемая система быстродействующей аварийной защиты. Если раньше реактор глушился за 14 секунд, то сейчас это буквально полторы-две секунды. Новое поколение наших реакторов, это ВВЛ-1200, там, значит, проведена большая модернизация, и степень защиты очень большой. И буквально это одни из таких современных мировых реакторов, я считаю. И ликвидации, вернее, аварии, как были на Чернобыльской, там, ну, практически невозможно. Ну, вот, вкратце и всё. Значит, постоянно мы встречаемся со школьниками, это старшеклассники, в основном 10-й, 11-й класс, в котором, как говорится, я уже говорил, мы рассказываем о нашей станции, о развитии атомной энергетики в стране и в мире. Какие мероприятия организация ветеранов посвятила 30-летию со дня Чернобыльской катастрофы? Ликвидаторы, которые являются членами нашей организации, мы, значит, кроме тех мероприятий, которые вот в этом году, 30 лет исполнилось чернобыльским событием, мы в течение этого года, у нас ряд мероприятий намечено, и, значит, наши три ветерана вошли в межведомственную комиссию российскую, который вот организует всевозможные эти мероприятия в рамках уже всей России. То есть, мы в этом году, в этом году, значит, не менее 5000 рублей оказали материальную поддержку ликвидаторам чернобыльцам, значит, это было приурочено и к 26-му апреля, ну и в течение года, кроме того, будет проводиться памятное мероприятие, вплоть до 30-го ноября, это тогда, когда были пущены два энергоблока Чернобыльской АЭС, первый и второй, которые не были разрушены, и был возведен саркофаг, то есть, там уже закончились как бы мероприятия по ликвидации аварии. И вот эти мероприятия, это и правильно было сказано, здесь уже это встречи со школьниками, это уроки мужества, это рассказы о сегодняшних типах блоков, и почему эта авария сегодня уже не может повториться однозначно. Вот, и кроме того, значит, встречи чернобыльцев проводятся, которых у нас сегодня в нашей организации на учете стоит 2000 человек. То есть, 2000 человек, они являются ликвидаторами, все они были отмечены памятной медалью концерна «Росэнергоатом» за ликвидацию аварий на Чернобыльской АЭС. Ну, мероприятий очень много, очень много, и они на каждой атомной станции, есть особые какие-то мероприятия, которые отличаются, и также мы, значит, на каждой, практически везде, где есть наша организация, есть памятники чернобыльцам, которые погибли во время ликвидации аварии. Вот, и мы ухаживаем за этими памятниками, высаживаем аллеи в память тех, кто сегодня как бы не с нами. Вот, и также вот встречаемся с домами, с эвакуированными из Чернобыля, потому что на атомной станции много было людей, которые приехали, жили раньше в Припяти и приехали на атомную станцию. То есть, разнообразные очень мероприятия, и все зависит от того, значит, как их организуют на местах. Виктор Григорьевич, ветераны концерна также активно участвуют и в спортивных мероприятиях. Когда мы празднули 70-летие Победы Великой Отечественной войны, мы объявили, что каждый год у нас будет являться юбилейным. То есть, и уделяем этому, конечно, большого внимания. Планируются встречи в обязательном порядке с теми участниками Великой Отечественной войны. И сейчас у нас развивается движение «Дети войны». То есть, это те, кто во время войны, значит, ну, родился, как правило, в 1933 году, и, значит, раньше, ну, не являлись участниками, значит, не были демобилизованными, они оставались в тылу, были детьми, либо работали, либо учились. Вот. Естественно, мы оказываем материальную поддержку каждому ветерану, каждому, значит, блокаднику, вот у нас очень много блокадников, те, кто пережил блокаду Великой Отечественной войны в Ленинграде, значит, узникам, малолетним узникам Великой Отечественной войны в фашистских лагерях Великой Отечественной войны. И оказываем не только материальную поддержку, так же морально, то есть вплоть до каждого ветерана доходим, и каждому вплоть до того, что, ну, вот, весна, скапываем огороды, то есть наши же ветераны помогают ветеранам войны, значит, по хозяйству, ремонту жилья, вот, все, что необходимо для ветеранов, чтобы ему, ну, они все уже пожилые, все-таки 71 год прошел, прошел со дня победы, и, ну, возраст пожилой, и поэтому требует нашего внимания. И также, конечно же, проводим мероприятия, и среди тех, кто, значит, является либо детьми, либо внуками, это знаменитый бессмертный полк. То есть мы в обязательном порядке, и не только в Москве, на всех, во всех наших региональных отделениях проходит эта акция в обязательном порядке, для того, чтобы помнить тех, кто завоевал эту победу, кто обеспечил нам мирную жизнь. Раиса Николаевна, наши ветераны, насколько я знаю, тоже участвуют, да? Особое внимание у нас именно к ветеранам войны. У нас их в городе-то, по-моему, около 12 человек осталось. Лично вот у нашей ветеранской организации четыре вот настоящих участника боевых действий. А так вот сружеников тыла, малолетних узников, это чуть более 40 человек, вот. И поэтому Виктор Юрьевич правильно сказал, что мы обязательно каждый раз выделяем материальную помощь данным людям, вот, а участникам боевых действий, и станции еще дополнительно, вот они уже нам перечислили деньги, а мы, соответственно, нашим пенсионерам перечислим, вот. И наша задача уходит обязательно вот участнику боевых действий, они действительно люди уже там настолько пожилые, им за 90 лет, мы их обязательно посещаем на дому в обязательном порядке, разговариваем, спрашиваем, какая нужна помощь. Если требуется какая-то помощь, то мы стремимся человеку показать эту помощь. Виктор Григорьевич, ветераны концерна также активно участвуют и в спортивных мероприятиях. Во всех организациях, без исключения, спорту уделяется очень большое внимание. Вот недавно наша Курская организация на Курской атомной станции, у них была областная олимпиада ветеранов, и в этой олимпиаде они заняли много призовых мест по различным видам спорта, и в итоге стали победителями среди ветеранов Курской области, то есть наша ветеранская организация стала победителем. Но я бы хотел отметить, в честь 70-летия создания отрасли, у нас есть общественный экспертный совет, там, где ветераны продолжают еще трудиться на общественных началах, и как бы свои знания, свой жизненный опыт пытаются передать подрастающему поколению, и вот они устроили автопробегт от Украины до Байкала, то есть 5,5 тысяч километров было пройдено на автомашинах, и этот автопробегт был посвящен 70-летию отрасли и проходил под эгидой при помощи МАГАТЭ. То есть они не просто ехали на машинах, они посещали все действующие атомные станции, строящиеся атомные станции, значит, они посещали те атомные станции, которые строились, они были закрыты, вот, и также закрыты города нашей отрасли. Они проехали по Украине, проехали по Белоруссии, были на строящейся белорусской атомной станции, по России, естественно, и по Казахстану. Вот такой проходил у них путь, и они, когда были на Чернобыльской АЭС, то есть их администрация, у них было соответствующее оборудование, попросил провести радиационные замеры, там был пожар в то время, вот, они провели радиационные замеры, значит, все это документально было оформлено, и, значит, во время пробега, при каждой остановке, значит, они, естественно, проводили и лекции, и беседы по развитию атомной энергетики, и пользе атомной энергетики, которая сегодня приносит в части защиты, экологической защиты, экологии, потому что мы не сжигаем ни газ, ни уголь, и у нас экологически чистая энергия получается. Это большое было событие, большое событие, и даже в журнале, значит, есть журнал МАГАТЭ, было освещено это событие, как крупное ветеранское мероприятие, проведенное в России, и об этом событии узнали во всем мире практически. Наша беседа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях были руководитель Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» Виктор Григорьевич Черкасов, председатель Совета ветеранов Смоленской АЭС Раиса Николаевна Злокоманова, член Совета ветеранов Смоленской АЭС по патриотическому воспитанию Михаил Васильевич Юрков. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова